здрасте мы наконец-то доехали до места нашего отдыха если это можно так назвать этим летом ехали два дня как мы ехали у меня в stories в инстаграме можно посмотреть влог мы начнем с того что мы доехали а я вам покажу что себя представляет камграунд в елвстоне это кеннел камграунд главный во-первых приватности нету понятно дело динька мадам туалет машина на сайт не заезжает наша палатка стол fire pit что бывает медведи да поэтому у нас нам выдали регистрацию на камграунд с четкими инструкциями в палатке ничего ночью не держать вообще даже воды еду прятать всю либо сюда это специальный bear box или в машину как сказать на столе инструкции чего не должно быть все что вода вон там но посуду всю мыть в туалете там специальное место для этого дела мусор тоже выкидывает только в туалете пакеты нигде не развешивать короче вести себя очень осторожно будем вести себя очень осторожно у нас есть bear spray 2 всяк случай но должно быть нормально камграунд полный народа много поэтому так теперь я покажу ученос палатки в этом году наша палатка все та же на 6 человек технически на 5 на 5 человек до к х на 5 на 5 человек но я не знаю как здесь должны помещаться 5 человек нас вот трое и у нас в этом году кровати толстые матрасы и спальники на минус 12 потому что ночью обещает 0 или минус 1 даже поэтому приятнее спать более теплом спальнике мы и вообще с владимиром мажоры потому что кровати вот мы только купили из-за перепада температур может быть влажные влажный пол и мы пару раз так спали когда утром просыпаешься у тебя палатка изнутри мокрая не прикольно поэтому мы купили кровати вот эти вот коврики карематы это супер широкие супер толстые они занимают ужасно много места в машине ужасно много места я потом когда их соберу я вам покажу насколько они огромные но такие удобные и удобные поэтому мы с собой везде таскаем мы собственно влазим и посмотрим как мы будем спать вообще нас больше смущает перепады температуры чем холод потому что ночью всю эту неделю 0 плюс 1 минус 1 а днем до 20 20 22 поэтому не знаю сейчас 10 но тепло поэтому вообще не знаю что ожидать сейчас мы покушаем всю еду упакуем и пойдем пройдемся посмотрим что тут вообще дают и где взять дрова мы сейчас на высоте почти два с половиной километра до 2400 пришла умыться я обнаружила что вся моя косметика дует включать зубную пасту она уже была полупустая прикольно прикольно да вода в туалете только холодная свежа буду как майская роза от умывания холодной водой доброго утра на улице минус один а вообще отчета не напряглись и дров не нашли поэтому это очень холодное утро в целом спалось хорошо спалим и тепло из проблем нету вылезти из палатки всегда проблем а Молодимир у нас в этот раз питается сухой едой, очень удобно, говорит вкусно, просто добавь воды. В общем, наша текущая проблема заключается в том, что печка работает не так, как мы привыкли, на Бутане, да, это печка, и обычно все закипает мгновенно, а тут то ли высота, то ли холодно, то ли фиг его знает, очень долго это все занимает времени. Мы думали пропан прикрутить, к ней можно и пропан прикрутить, но мы свой баллон не взяли, а тот, что мы купили, у них оказывается другой разъем, поэтому у нас теперь дилемма. Оно как бы работает, баллон полный, то есть газ не испаряется, но очень слабо горит. Даже не столько слабо горит, сколько выход. Работы мало совершает вот этот огонь. Ну, мы справляемся пока. Что, много воды? Супик. Татьяна Ивановна чедрот ливанула. Тёпленький супик. Реально тут. Только что стреляли. Теперь вот сирены ездят. Да. День независимости. Да, с Днем независимости, что называется. Мы тут стоим и думаем, там кого-то крышу сорвало на фоне День независимости. Или медведя нашли. Ну, если медведи, то чё сирены? Угу. То есть, и что вообще стреляло, и как далеко, что происходит? Расстояние здесь очень сложно определить, потому что звук хорошо разносится в лесу. Поэтому. Новости почитаем я, наверное. Добро пожаловать в Америку, ну. Угу. Короче, что за случилось? Эмбюанс, он поехал. Нас не пускают в информационный центр. Там все перекрыто. Сейчас мы будем видеть его. Да, сейчас мы проедем. Покажу. Короче, что-то тут случилось. Не так далеко от нас. Потому что мы в Пермобэе. Мы очень хорошо слышали. Покально совсем не далеко от нас. Да. Да, вот. Мне еще следующий. А, вот тут дядя стоит, видите, перекрылся. Там нельзя ехать. Там тоже ограниченное доступ. Прямо... Вот в Каньон Виллочи что-то случилось. Да, в Каньон Виллочи. У нас сейчас так пропустят прямо. Где камера? Нас даже не пускают прямо. Ага. Секьюрити. Короче, вот там какой-то движ. Ладно, поедем в другое место. Не туда, куда планировали. Но, блин. Что происходит? А это все перекрыто для полис-активити. Полис-активити, да. Так как нас не пустили в информационный центр. Карта нас нету. Будем опираться на исследование, которое я провела заранее. И пойдем смотреть Каньон. А здесь же эти гейзеры, в общем, соли, все дела. Пахнет настойчиво серой. Везде. Надеюсь, принюхаемся. Но пока ребенок ходит, говорит, воняет. Все воняет. Короче, мы приехали на Каньон посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Первые водопады. Сколько там? 600 футов тропа. Но никто не сказал, что это будет по серпантину вниз. Ну и плюс куча народу. Но все вежливые. В порядке живой очереди. Подходит сделать фотографию. Вообще красиво там. Посмотрели на водопад сверху. Теперь надо посмотреть на водопад снизу. Вот, вот, иди, иди. Вот. Ну, это значит очередной серпантин вниз. А потом очередной вверх. Вот туда идем. Чтобы было хорошо видно. Вон. Вниз, вниз, вниз. Тара-та-та-ра-та-тата-ра. Та-та-та-та-ра-та. Та-та-та-та-та-та-ра. Опа. Ну, спускаемся. Желтые камни. Куда ни глянь. Ага, везде желтые камни. А трейл по каньону почти никто не ходит. С той стороны, не знаю, видно, нет толпы народу. Вот там толпы народу. А по каньону никто не ходит практически. Все на водопады ходят смотреть. А мне каньон нравится. Водопады я везде могу посмотреть. Мы в британской Колумбии найти водопады. Насмотрелись. А каньон классный. Короче, половина двенадцатого. Нам пришлось вернуться на кампграунд, потому что там все еще перекрыто. Мы собирались заехать в информационный центр, поискать интернет. В общем, взять, поискать дрова. Мы говорим, нужна новая бутылка для воды, а то мы ее слишком много роняли, ее бутылку. И, в общем, она течет. Да, поэтому вот. Но там все еще до сих пор перекрыто. Нам теперь страшно интересно, что там произошло. Че стреляли-то? Владимир пойдет узнавать. Если пропустят. А мы будем кушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Каждый поход здесь прям вызывает у меня это недостаток кислорода во всем организме. Так, а попробуй суп. Сейчас попробую. Суп мы уже съели. В общем, там все перекрыто, все этой лентой обклеено. Дядя, который security, говорит, что не может распространяться о происшедшем. Но есть надежда, что в Afternoon все закончится. Ну ладно, ждем. Обстановка на нашем камграунде еще не рассосалась. Поэтому мы приехали туда, куда планировали приехать завтра. Но первое видео на этом заканчивается. И выйдет завтра. А то сильно длинное получается. Сильно полуцового года. Поэтому все, завтра, а мы пошли дальше влет.